итак всем добрый вечер с вами будет новый туториал сегодняшнем уроке я расскажу как мы ведем свою активность на сервере расскажу обо всем вот есть помощь по игре вы здесь можете узнать всю информацию но сейчас я вам расскажу насчет наших фракций банд и мафии потом я вам расскажу какие у нас есть работы как они работают и расскажу систему бизнесов ну фракции у нас на сервере 20 это первая полиция 2 фбр потом армия министерство здравоохранения мэрия хитмены лицензеры репортеры ну и все далее мафии у нас триада лкн и русская мафия банду нас балос балос групп ну вот нас даже есть список все мы зайдем в админ панель потому что я сейчас не в банде мы сможем посмотреть информацию о бандах вот у нас всем банк этого газ фламин кобра байкеры стрит dogs балос рифа и коронас каждая из этих банк как и было уже придет предыдущих уроках она ведет свою активность на бизнеса защищает их ведет с ними так сказать деловое отношение у каждого бизнеса есть своя крышовка своя банда вот же как работает сама система бизнеса нам нужно покупить его как и любой дом также только команда чуть-чуть другая вот так купили мы бар вы как видим да сейчас как и у каждого бизнеса есть у бизнеса также и у дома свое меню вот первая вкладочка бизнес здесь вся информация о бизнесе его название владелец компаньон крыша статус стоимость входа на счету бизнеса стоимость продуктов это 100 долларов за один продукт ну и сколько продуктов бизнесе далее счет бизнеса стоимость входа название бизнеса цена за продукты и компаньон бизнеса компаньон бизнеса он получает десять процентов от вашего бизнеса от любого товара. Вот, например, я сейчас зайду в бизнес, да, и вход в бизнес будет стоить одну тысячу. Если ваш компаньон онлайн, ему на счет придет 100 долларов. Вот так эта система работает. Ну, с бизнесами, в принципе, и все, что я хотел рассказать вам. А, ну еще. Когда вас крышует, например, как в данном случае, групп, то им от вашего бизнеса в час будет идти 15% прибыли. Вот, например, если вы заработали за час 100 тысяч, да, групп пойдет на счет ихней банды 15 тысяч. Далее, начнем работать. Первую работу, которую я вам хочу показать, это механики. Каждая работа находится на своем определенном месте. Сейчас вы это увидите. Ну вот, мы подъезжаем к бит, точнее, подъезжаем к работе автомеханик. Она находится в Сан-Пьерро за автосалоном. Чтобы устроиться на работу, мы просто встаем на пикап, и у нас ввелось диалоговое окно. Вы хотите устроиться на работу, должность автомеханик. Срок контрактов контрактов в 5 часов. Если вы хотите устроиться на эту работу, нажимаем просто «Да». Вот мы и устроились. Есть у механика, насколько я знаю, две команды. Это Repair и Refill. Но есть еще такой нюанс. Можно ремонтировать свой автомобиль, чужие автомобили сразу одним кликом заправить и отремонтировать. Вот просто подходим к машине или что вы хотите отремонтировать, нажимаем просто правой клавишей мышки. Как мы видим, автомеханик Джон Смит починил и заправил машину. Садимся, бензин добавился, он отремонтирован, все нормально. Если механик хочет именно вот так заправлять и ремонтировать, то это ему нужно будет раз в одну минуту только так он может сделать. На первом скиле, на втором скиле раз в 40 секунд, ну и так далее. На первом скиле он может сколько хочет так делать. Или же если он не хочет ждать, то он может просто командами Repair или Refill постоянно вводить. Далее следующая работа это будет у нас детектив. Если вы хотите узнать список работ, которые у нас есть на сервере, то вы можете пройти консультацию у мэрии или же прописав команду скил. Вот здесь мы видим у нас 8 работ, да, детектив, адвокат, шлюха, наркодилер, автоугонщик, репортер, механик и автодилер. Далее мы поговорим про мэрии детектива. И чтобы получить паспорт, можно вот здесь, за этим столиком. Подойдя к нему, ну у меня уже есть паспорт. Далее, если вы хотите устроиться на работу детектива, она устраивается в мэрии. Вот здесь есть такой же самый пикап, вы на него просто встаете и нажимаете кнопочку да. Насколько я помню, у этой работы есть одна команда FIND, это искать кого-то. Вот сейчас я покажу вам это в действии. Вот у нас есть два человека, вот мы их сейчас и найдем. Прописываем FIND FIND 1. Как мы видим, за ним идет маркер. Вон. Еще раз прописываем. Мы уже искали. Ждем. Ну в общем, вот так вот на первом скиле нужно ждать. На пятом скиле ждать не нужно. Здесь ждать надо около двух минут, насколько я знаю. На всех скилах, на первом не надо вообще ждать. Далее я вам покажу какая у нас там на очереди. Далее я вам покажу работу автобусного водителя. Адвокатом у нас немножко не получилось. Напоминаю, что те работы, которые я не буду показывать сегодня, вы сможете уже сами их посмотреть на открытии сервера. Это будет первого числа. Ну в общем вот мы встаем на пикап, чтобы устроиться на работу автобусником. Нам нужно сначала но у меня не прошло время. Я уволюсь через админку. Так что вот. Взяли мы работу. Идем садимся в автобус. Вот здесь находятся все автобусы и еще не все это, еще там в проулочке есть несколько автобусов. Их там четыре. Водитель автобуса есть только одна команда, насколько я помню. Это фар. Включить цену за проезд. Вот например сто долларов. Выбираем свой маршрут. Отель ЛС автошкола. Автошкола отель автошкола отель ЛС и отель ЛВ автошкола. Но давайте выберем отель ЛС автошкола. Теперь мы едем на маячок, который у нас есть на карте. Через это время как бы так надо объехать все чекпоинты и мы там получаем отдельную сумму. Не ту, которую за проезд вы будете получать, от людей. Еще одну сумму за то, что вы просто выполнили свою работу. Эта работа не зависит от людей. Вы можете зарабатывать даже просто катаясь по городу. Но нужно кататься именно по чекпоинтам. Вот сейчас мы едем к отелю ЛС и поедем потом сразу по каждой остановочке. Здесь их будет около 10-15 я точно не помню. Насколько мы видим, уже можно увидеть этот первый чекпоинт. Сейчас мы на него заедем. Вот он. Заехали на этот чекпоинт. Вот. Далее. следующая остановка ДБ. Дальнобой. Насколько я знаю, как она расшифровывается. Едем на дальнобой. Там остановка, потом следующая возле респы колхоза. И прям возле Сан-Финея. Их даже будет не 10 остановочек, а где-то около 10. сети. Но этот урывочек пока будет долго и скучно ехать. Я вам буду показывать, кто подлаживает. Вот мы встали. Далее едем мы на ферму. Ферма у нас находится немножко дальше туннеля. Сейчас я вам покажу. И еще будет примерно 3 чекпоинта до конца. И мы увидим такое мы получим. сколько мы получим денег. Я вам сегодня еще покажу две работы. Первая это дальнобойщики как работают и вторая это автоугонщик. Думаю на этом надо будет и закончить. Вот мы подъезжаем к следующей точке. Вот наша респа колхоза. В небе проведняется потихоньку чекпоинт. Да водила я конечно супер. Ну все же вот наш чекпоинт это здесь остановочка поехали аэропорт сан фьерро это прям у самого въезда в сан фьерро остановочки но это тоже путевочка скучная вот она остановка аэропорт сан фьерро следующая следующая остановка конечная автошкола ну как я не очень люблю в объезд ездить правильно мы поедем по путям это будет немножко быстрее и сразу мы увидим сколько мы получим денег сейчас вам как-то слабо ездить здесь надо выехать назад на дорогу ну согласитесь мы скратили скратили путь немало вот приезжаем к нашей автошколе и вот конечная остановка да мы получаем за одну сторону то что мы проездили 5000 долларов ну и заново нужно выбирать тариф куда мы сколько будем ехать дальнобойщиков далее я вам покажу работу дальнобойщиков едим в любую машину которая нам понравится мне нравится вот эта средняя смотрим какие команды мы имеем delivery хорошо подписан delivery у вас нету прицепа берем прицеп с собой прицеп и едем туда на мангер это будет до нашей точки я так подумал я вам еще расскажу о систему банда систему лидеров и систему черного списка вот наша кнопочка на нее наезжаем и груз доставлен мы заработали 7000 долларов и так мы ездим сколько нам угодно далее следующая и последняя возле работы автобусного водителя увольняемся с работы устраиваемся на контракт садимся в любую машину вот смотрите если даже машина закрыта мы можем ее открыть по идее да вот сейчас наши команды вот джек взломать замок автомобиля и дропкар это сдать автомобиль взломать это просто джек прописываете неправильно сейчас посмотрим как она работа вот эта машина уже открыта но если это будет машина открыта если же на ней никто не сидит то она в любом случае открывается если на ней есть пассажир то вы сможете ее открыть только с этого скилла ну далее мы едем сдавать наш мотоцикл прописываем команду деливери вот они не дали где нам нужно сдать наш мотоцикл мы просто тупо заезжаем на этот пикап и машина сдала за 2000 долларов у каждой машины своя расценка если же даже не так а если например машина стоит nrk500 2000 если же вы ее поцарапали где-то стукнулись сумма будет меньше ну вот и вся система работ далее мы перейдем к системе лидеров вот например дадим себе лидерку балос вот мне дали лидерку балос выбираем одежду переходим и того переходим к респе вот наша респа есть такой вот это было вообще телепортировали ну ладно далее уйдем вот у каждого лидера есть своя менюшка если же вот смотрите я не сажусь в машину а просто прописываю лидер меню то у меня может ранг захвата это ранг захвата с которым можно будет садиться о не садиться а захватывать какую-то территорию это третьего ранга и выше вот черный список здесь вся все о нем можно сделать вот убийств для выхода из черного списка это сколько нужно убить чесника чтобы он автоматически вычеркнулся с чес сумма выхода с чес это сумма которую человек если оплатит в банке на ласчет банды то он автоматически тоже вычеркивается с черного списка и ранг для добавления в черный список 17 это 17 ранга можно добавлять в черный список далее ранги можно менять на любой вот тупо нажимаете например на факт да и пишите там например факт баллов да и оно сразу уже поменяло окей у нас теперь новый ранг будет факт баллов если же вы садитесь в свое авто на респе да и вводите лядер меню то у вас появляется новая вкладка транспорт вы можете сменить модель автомобиля вы можете сменить место спавна автомобиля смена номера автомобиля ранг доступности это с того ранга с какого ранга можно будет садиться в этот автомобиль и смена цвета автомобиля вот например давайте сменим номер автомобиля например лол да и вот сняло 4500 с счета банды и как мы видим наш номер поменялся на лол все что хочешь можно делать вон ваш меню шишка информация о вашей банде и вот например я вам приведу пример как добавлять черный список вот найдем честика например вот первый айдем айдем добавим сейчас чес команда бл и причина вот как мы видим сайдпак джон смит внес дон слернов черный список забав причина волк если мы хотим посмотреть сколько онлайн черного списка мы просто приписываем команду бл и там видно черный список и кто находится когда его добавили сколько времени кто занес и причина ну и стату сколько его надо раз убить ну давайте мы его убьем несколько раз ну для этого мы дадим себе оружие вот нас куча оружия появились кпшка им кайди один как мы видим сразу в чате у нас появляется окошечко появился запашок черта сайдпак заметил какого-то такого-то человека и вот как мы видим возле него красная такая штучка ездит вот давайте мы его убьем быстренечко что так бегает странно сейчас я не могу попасть по нему смотрите все на меня уже нападают давайте зарабашек а его домучим еще это не могу быть все как мы видим джон смит завалил дом солено 3 пизда 2 в следующий раз терпила даст монетов прописываем команду бл и статус один раз 25 ну давайте мы посмотрим как вычернуть его черного списка подписываем леодер меню черный список и давайте два убийства черного списка познали еще раз его убьем гото один еще раз убиваем этого человека иди сюда вот убьем его вот убили и дон солерно откупился кровью и был вычеркнут с черного списка заболос как мы видим больше его нет черном списке ну вот и вся система черного списка как мы как захватить территорию вы видели все вам уже показано закрытые бета тестирование сервера двадцать четыре двадцать двадцать девятого двадцать девятого ноль первого если вы хотите в нем участвовать пишите в skype диджей заряд я это скайп укажу чуть ниже под видео или же вы можете где-то его уже найти этот скайп кроме этого видео ну в общем 29 числа закрытые бета тестирование кто хочет приходите открытие сервера у нас первого числа с вами был смит ну это пожалуй последний туториал до открытия сервера так что всем удачи